Здравствуйте! В эфире информационная программа «Республика». О главных новостях региона расскажут мои коллеги и я, Ирина Волкова. Смотрите сегодня. Строили, строили и пока не достроили. Рабочая группа проинспектировала ход ремонтных работ в Вурнарской школе номер один. А вы привились? В Чувашии стартовала ежегодная вакцинация детей против гриппа. Местный колорит. В Чебоксарах открылся фестиваль национальных костюмов. Экономика эмоций. В последнее время именно они становятся главным фактором выбора туристами тех или иных мест. Поэтому важно создавать для путешественников все условия. Одно из них – возможность путешествовать по Великой Русской реке Волги. Сегодня в Чебоксарах представили судно на подводных крыльях «Валдай». В Реугловы Чувашии министры и журналисты стали первыми пассажирами, проплывшими по маршруту Чебоксары-Мариинский посад. «Валдай» – девятое по счету судно на подводных крыльях, которое выпустил завод «Красная Сормова». Оно вмещает 45 пассажиров между креслами, расстояние шире, чем в салоне самолета. Так что комфорт ощутимый. Судно более усовершенственное, значит, хорошо себя чувствует на волне. По словам разработчиков, «Валдай» экономичен и экологичен. Энергетические установки позволяют расходовать мало топлива, а это, в свою очередь, сохранит экосистему Волги. Кроме того, у судна низкое волнообразование, что минимизирует размытие берегов. Максимальная скорость «Валдая» – 65 км в час. Конечно, оно не для перевозок на левый берег. В этом году, несмотря на позднее начало навигации, в Чебоксарах побывали 20,5 тысяч туристов из других городов. Судно может преодолеть до 500 км с полными баками. Сейчас в правительстве рассматривают возможность организовать в 2021 году маршруты до Марпасада, Козловки и Казани. Из Чебоксарского речного порта до шлюза в ГЭС судно добралось за 15 минут, а до Марпасада меньше, чем за час. Правительство Чувашии изучает возможность приобретения «Валдая» в лизинг под 2% годовых с рассрочкой на 15 лет. Маринский посад в начале сентября победил в федеральном конкурсе проектов по созданию комфортной городской среды. Проект «Малого города» назывался «Веков связующая нить». Убирайте мешки в подбал быстрее! Дайте дорогу дорогим гостям! А вы слышали, что сама матушка императрица когда-то в гости пожаловала? Слышала я, что знатен ваш посад мастерами, что делают сундуки до бочки. Правда ли это? По проекту предполагается масштабная реконструкция городской набережной, строительство причальной стенки и реставрация объектов культурного наследия. 45 миллионов из 69 выделяет федеральный бюджет. Один из таких объектов – дом на набережной. Мы хотим этот дом превратить в общественное открытое место, где должно быть кафе, где должны быть пирожные самые известные по всей Волге. Дом площадью 400 квадратных метров находится в аварийном состоянии. Он уже давно не жилой. Туристы регулярно интересуются, когда его отреставрируют. Сама идея поддерживается, юридические вопросы надо решать, но надо найти инициатора, оператора, который реализует. Там, понятно, здесь должен быть, я не знаю, там, либо это на самом деле такая мини-гостиница маленькая, сверху, с несколькими номерами, внизу, с такой вот… И с таверной внизу. Да, да, с таверной. В этом году в Морпосаде по федеральной программе начнутся проектные работы, а в следующем начнется демонтаж дебаркадера и благоустройство пляжа. Предусмотрено желание всех жителей нашего города. Различного, как бы, возраста. Начиная от детей, малых детей, до преклонного возраста. То есть у нас будут тихие зоны для стариков, получается, зона активного отдыха для молодежи и также зона игровых площадок для детей. Подобное судно, как «Валдай» – это долгожданная история для жителей, кто проживает на реке Волга. Это наше детство, это наши воспоминания. Ведь самое главное, я думаю, что вы со мной согласитесь, в туризме – это эмоция. И вот эта эмоция, связанная с Волгой, с рекой, на которой выросли и наши родители, и мы, она связана как раз с ракетами, различными катерами. Согласно опросам, сейчас жители городов готовы путешествовать на небольшие расстояния и ненадолго. Выход в такой ситуации – туры выходного дня. Сегодня Морпосад готов предоставить им такую возможность, а также познакомиться с историей и культурой старинного волжского города. Мы хотим связать этой естественной артерией все наши прибрежные города – и Козловку, и Морпосад, и Чебоксары, и Левый берег – с тем, чтобы доступность и условия позволяли жителям города Чебоксары, Новочебоксарску, как минимум проводить свои выходные в таких замечательных местах. Правительство России активно разрабатывает нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства». Сейчас необходимо актуализировать все существующие турмаршруты, проанализировать их и собрать в единый реестр. И чем проработаннее будут маршруты и предложения, тем больше возможностей получить федеральное финансирование на развитие туризма. Мы сегодня как раз попытались понять, какой потенциал в целом есть у Морпосада. Это конкретно Морпосада на сегодняшний день, история, глубина традиций, их наличие, возможность их каким-то образом в комплексе развить. Ну и, конечно же, здесь реализовать инфраструктурные решения. Строительство очистных станций, капремонт социальных объектов и благоустройство улиц. В Рио главы Чувашской республики Олег Николаев побывал в Янтиковском районе. Строительство нового объекта станции биологической очистки сточных вод для райцентра имеет большое значение. Старое сооружение практически 40-летней давности устарело по многим параметрам. Местные власти решили серьезно заняться этим вопросом. Олегу Николаеву продемонстрировали паспорт объекта и рассказали, по какому принципу будет работать станция. Три года назад мы проектно-смертную документацию составили. И вот на 2020 год нам выделили из бюджета деньги 95% стоимость проекта 50 миллионов рублей. 95% это из республиканского бюджета и 5% из районного бюджета. Не менее важным вопросом был и капитальный ремонт объектов социальной сферы, а также благоустройство скверов. В настоящее время идут работы в детско-юношеской спортивной школе «Аль» и в Доме культуры Янтиковская централизованная клубная система. У нас был отремонтирован фасад здания. Первоначально его утеплили. А сейчас идет работа декорировать красивой керамической плиткой. Также у нас состоялся аукцион по замене оконных блоков. Подрядчик в данное время приступил к работе. На встрече с главами сельских поселений и активом Янтиковского района речь шла о дальнейшем благоустройстве. В целом направление взято правильно. Но при этом обозначаются традиционные проблемы. Это некачественная проектно-смертная документация, это отсутствие средств для подготовки соответствующих документов для дальнейшей реализации мероприятий. И вот эти вопросы, которые возникают, тоже лишний раз подтверждают, что все те решения, которые мы принимаем на республиканском уровне сегодня, они в правильном направлении. Конечная цель таких преобразований – это комфорт жителей района. Что может быть важнее для органов власти? Ольга Семенова, Юрий Марков, Республика. Ситуацию в финансовой отрасли Республики обсудили на правительственном уровне. Хорошая новость. По прогнозам экспертов, в конце года среднемесячная зарплата в Чубашии составит 30 858 рублей. Номинальная заработная плата выросла на 5,8%. Реальная заработная плата по России составила 102,9. Соответственно, мы даже немножко превышаем показатели. На сегодняшний день уровень средней заработной платы по Чубашской республике составляет 30 452 рубля 60 копеек. Когда мы сравниваем и с российскими, и по ПФО, в частности, я бы отметил рост номинальной заработной платы и рост реальной заработной платы, поскольку это, прежде всего, доходы населения. Достаточно серьезный, содержательный и предметный разговор будет по анализу ситуации по итогам 9 месяцев. Потому что мы должны будем проанализировать и, соответственно, иметь четкий прогноз по завершению года. На стадии завершения формирования бюджета республики на последующие три года. Поэтому важно актуализировать прогноз. Бюджет должен быть четко просчитан, подчеркнул Михаил Нездряков. На совещании подвели предварительные итоги социально-экономического развития и исполнения бюджета республики за первые полгодия. Чуваша стойко перенесла режим ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции. Если по некоторым показателям и были снижения, к концу года есть все шансы выровнять ситуацию. Наталья Мальчикова, Андрей Шоклев, Республика. В Республике в 2021 году начнут строительство еще трех физкультурных центров. Оказывать помощь в развитии школьного и студенческого спорта будет Всероссийская федерация школьного спорта. Ее специалисты предлагают проводить мастер-классы для тренеров и участвовать в их профессиональной подготовке. Об этом договорились в Рио главы Чуваши Олег Николаев и президент Всероссийской федерации школьного спорта Ирина Роднина. Спасибо вам, спасибо. Спорт в общеобразовательных учреждениях выходит на новый уровень. Такие понятия, как школьная спортивная лига, школьные клубы, закреплены законодательно. Для того, чтобы эти инструменты эффективно работали, в рамках соглашения будет обеспечено участие спортивных команд в региональных и всероссийских соревнованиях. Республика, по мнению президента Федерации школьного спорта Ирины Родниной, имеет весь необходимый опыт в этом направлении. Документ готов, подписан, начинается работа. Я очень возлагаю большие надежды. Это те программы, которые не требуют какого-то большого финансового внимания, но они требуют человеческого внимания. Потому что мы работаем с детьми, и наша задача создать для них и условия, и возможности для регулярных тренировок, для интересных встреч и соревнований. На встрече также обсудили возможность в рамках проекта «Детский спорт. Строить крытые и открытые спорткомплексы». Три из них начнут возводить в республике уже в следующем году. В Цивильске и в двух селах Батревского района. Это Новая Котяково и Шагарданы. Школьный спорт имеет важное значение для того, чтобы затем отобрать тех людей, которые более заинтересованы, увлечены и имеют соответствующие способности добиваться в спорту высших достижений. Традиционные виды для нас спорта, конечно же, легкая атлетика, это лыжи, биатлон, это спортивная гимнастика, ходьба, ну и, конечно же, так называемое боевое искусство. Как отметил Олег Николаев, это откроет новые возможности для создания спортивной инфраструктуры на селе. В планах сделать спорт доступным, сделать его нормой жизни. Наталья Мальчикова, Андрей Шоклев, Республика. Расследование уголовных дел на учредителя строительной компании «Алза» Сергея Лаврентьева и бывшего замминистра физкультуры и спорта Республики Алексея Яковлева завершены. Следственный комитет опубликовал итоги. По версии следствия, более пяти лет назад была сфабрикована покупка спортинвентаря. Учредитель строительной компании обманул бывшего заместителя министра, убедив его в том, что приобретет экипировку и снаряды для биатлонного центра в Чебоксарах после того, как получат деньги. Чиновник подписал документы, после чего на расчетный счет подрядчика было перечислено более 46 миллионов рублей. В итоге бизнесмен деньги забрал, а инвентарь так и не купил. В целях установления всех обстоятельств по уголовному делу, материала которого только по результатам предварительного следствия составили 49 томов, допрошено более 140 свидетелей и потерпевших, назначены и проведены бухгалтерская, финансово-бухгалтерская и почерковическая судебные экспертизы, а также проведен целый комплекс других следственных действий. По результатам расследования, следователям Министерства физической культуры и спорта Чувашской республики внесено представление о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению Яковлевым инкриминированных ему деяний. Решение по этому делу суд вынесет 10 сентября. Так же, как и по недостроенному Алзой дому по проезду Соленоя в Чебоксарах. Напомню, что учредитель строительной компании Сергей Лаврентьев обманул дольщиков, продав квартиры в доме, который так и не был достроен. Правительство держит под контролем ситуацию, сложившуюся в Вурнарской среднеобщепрозвательной школе номер один. Напомним, учреждение оказалось не готовым к новому учебному году. Ход работ проинспектировала рабочая группа во главе с заместителем председателя кабинета министров Чувашской республики Аллой Салаевой. 1 сентября 817 учеников должны были встретить День знаний в обновленной школе, но учебный процесс так и не начался. Капитальный ремонт в учебном заведении обещали завершить 25 августа. Однако этого не произошло. Я очень разочарована, конечно, то, что школа не готова была, ожидали другое, но, извините, увы, ничего не поделаешь. К сожалению, подрядчики не смогли вовремя выполнить весь объем запланированных работ. На сегодняшний день до сих пор не завершены замена кровли, внутренняя отделка, ремонт коридора и фасада. Для завершения ремонта в школе привлечены другие подрядные организации, в том числе и местные. Строителям необходимо 5-6 недель, чтобы полностью подготовить школу к приему детей. Были приняты определенный ряд решений. Выработан механизм законодательный для того, чтобы сюда было возможно ввести новых подрядчиков. В одностороннем порядке принято решение в расторжении договора с предыдущим подрядчиком. Понятен объем работы, сделана сегодня экспертиза. Понятно, что сделано, что нет, что было учтено. Проектно-смертная документация, что нет. Готовится сегодня. Строители глубоко погрузились и выстроили время. Это в среднем 5-6 недель для того, чтобы объект был завершен. Но это вместе и со всеми работами по монтажу того же и организации горячего питания, пищеблока. Начальная школа, 346 детей, занимаются в первую смену в старом здании. 5-11 классы обучаются дистанционно. Что касается горячего питания, то оно организовано в Урнарском сельскохозяйственном техникуме. Питаемся в настоящее время в техникуме мы, столовая техникума, вот через дорогу нашей школы. Питание у нас на 52 рубля 36 копеек. По графику питаемся, приказ директора. Все дети у нас получают бесплатное питание. Питание очень хорошее, качественное, сбалансированное питание. Как подчеркнул исполняющий обязанности главы администрации района Андрей Тихонов, в районе создана рабочая группа по контролю за ходом ремонта в школе. В ежедневном режиме будут мониторить ситуацию на объекте. Ульяна Пятакова, Регина Кубайкина, Николай Скворцов, Республика. Для иммунитета в Чувашии стартовала ежегодная вакцинация детей против гриппа. Важно всем вовремя привиться. Ведь болезни тут как тут. Стоит простудиться. Эпидемический сезон этого года необычный. Есть риск заболевания ОРВИ, не говоря уж о коронавирусной инфекции. Для иммунизации населения против гриппа используется отечественная вакцина Сови Грипп. Препарат создан специально для детей. В нем нет живого вируса, поэтому заболеть после вакцинации невозможно. Еще один новый препарат – Ультрикс Квадри. И Сови Грипп, и Ультрикс – это вакцины, которые не содержат вируса ни ослабленного, ни цельного. Там только вирусные обломки или антигены, как мы называем. Обе вакцины достаточно достойные. В Чувашию уже поступило более 150 тысяч взрослых и более 84 тысяч детских доз препарата. Вакцина распределена между больницами. Я считаю, что в наше время сейчас много вирусов, и стоит ребенка защитить от данной болезни. Обезопасить себя и ребенка просто. Достаточно лишь обратиться в республиканский центр семейной вакцинации или поликлинику по месту жительства. Инна Сапотапова, Николай Скворцов, Республика. Детское здоровье в приоритете. В научно-техническом комплексе «Микрохирургия глаза» открылось детское отделение. Корпус оборудован отдельным входом со всеми удобствами. У ребят отдельная регистратура, диагностические и лечебные кабинеты и даже игровая комната. В отделении планируется принимать более 50 пациентов в день. Во-первых, это сократит очереди. Во-вторых, это будет комфортно для детей. Уютное такое, хорошее очень помещение. Мы принимаем детей с самого рождения. Мы оперируем и перетинопотение недоношенных. Мы оперируем практически до 18 лет. То есть, весь возрастной период, который относится к детскому возрасту. Современное оборудование и многолетний опыт позволяют докторам детского отделения оперативно проводить диагностику и начинать лечение. В планах также есть вариант расширения площади детского отделения за счет ближайшего здания. Особо приятно, что это детское отделение. Мы все прекрасно знаем, что современные требования и стандарты, которые говорят о том, что детское отделение должно быть обособлено с отдельным входом, с отдельным обором помещений, содержать в себе элементы бережливых технологий, что имеется здесь. Компьютеры, планшеты и смартфоны, в которых зависают ребята разных возрастов, конечно же, не способствуют улучшению зрения. Нужна большая профилактическая работа. Этим также будут заниматься детские офтальмологи. Ольга Семенова, Игорь Зверев, Республика. Три представителя Чувашии стали победителями конкурса «Лидеры России». Суперфинал на днях завершился в Подмосковье. За попадание в сотню лучших управленцев боролись 300 человек, в том числе пятеро из Чувашии. По итогам оценочных мероприятий в ТОП вошли сразу три представителя нашего региона. Главный врач Республиканской офтальмологической больницы Дмитрий Арсютов и ныне москвичи с чебоксарскими корнями банковский управляющий Александр Гатин и профайлер Илья Степанов. Победители суперфинала получат образовательные гранты в размере одного миллиона рублей. Известных руководителей из бизнеса и государственного управления в качестве наставников. А также шанс стать участниками специальной программы развития кадрового управленческого резерва. 8 сентября – День финансиста. Профессиональный праздник всех, кто работает в этой сфере. В Чувашии наряду с Днем финансиста отмечают и столетие образования Министерства финансов Республики. В Рио главы Олег Николаев поздравил с праздником специалистов, работающих в финансовой системе, пожелал успехов в достижении намеченных результатов. Нестандартный подход, оперативное решение вопросов, грамотное планирование и распределение имеющихся экономических ресурсов – все это работа Министерства финансов. Оно обеспечивает развитие экономики Чувашии, социальную стабильность. Золотая Россыпевиков. Фестиваль национальных костюмов открылся в стенах Чувашского национального музея. С необычной экспозицией познакомилась Юлия Важенина. Узнали этот костюм тактаманом. Костюмы из пеньковой веревки, ниток макраме и даже из мастики – и все это с национальным колоритом. Создавать современные вещи, опираясь на традиции – вот, пожалуй, главная идея выставки. Здесь можно увидеть все виды рукоделия – вышивку, бисероплетение, ткачество, шитье пайетками и стеклярусом. Не было никакого принципа. Просто хотелось показать цвет, краски и наши возможности. То, что мы можем, это то, что делают руки людей, которые живут у нас в Чебоксарах. Одно из этих платьев делалось полгода, другое – три года. Есть платье из макраме и пеньки. Оно сделано из материала, который был выращен у нас в Чувашии. То есть это пеньковая веревка. Это то, чем завязывают колбасу, перешнуровывают посылки. И на этом платье одета бисероплетение, то есть это сделанное платье руками человека. Его плели. Бусинка к бусинке. Не привязывая, а плели. Но его делали месяцев семь-восемь. Автор выставки – Игорь Додиани. Он создавал костюмы и для многих российских кинофильмов. В экспозиции представлены наряды разных народов, живущих по соседству. Вы видите костюм марийский, русский. Как вы видите здесь. Здесь сочетание и нового костюма, и существовавшего в XIX веке шелкового платка. Всего в коллекции модельера около 500 образов. Увидеть их смогут не только жители гостей республики, но и столицы России. А кульминацией фестиваля станет показ коллекции костюмов историка моды Александра Васильева. Запланирован он на конец этого года. Юлия Важенина, Маргарита Мельникова, Григорий Кривошейн, Республика. Алина Прокопьева выиграла серебро пермского марафона. На участие в нем зарегистрировалось более 7 тысяч спортсменов. Участники бежали пять дистанций. Особенно зрелищной выигралась борьба за награды в самой длинной – 42 километра 200 метров. Серебряную медаль среди женщин выиграла представительница Чувашии. Мастер спорта России международного класса Алина Прокопьева. Подопечная заслуженного тренера страны Михаила Кузнецова пробежала дистанцию за 2 часа 29 минут и 9 секунд. Это главные новости вторника. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова